Итоги уходящей пятницы подводят наши корреспонденты, я Максим Кембель, смотрите сейчас. Как работает экосистема? Драматичный саундтрек. В Киселевичах поезд сбил велосипедиста в наушниках. Ушиб на голове, небольшая гематома, пальцы немножко поцарапаны. А так в адеквате все разговаривают нормально. Чудо или случайность? Никогда не сдавайся. Работники физической культуры в канун профессионального праздника принимают поздравления. Только здоровье, здоровье и еще раз здоровье приведет к хорошим результатам наших спортсменов. Где рождаются чемпионы? А также квадратные метры, бумажное письмо и дождливые выходные. На субботу объявлен оранжевый уровень опасности, чем удивит погода. Стильный ребрендинг. В Бавруйске открылся современный офис Сбербанка. На социалистической 123. Электронные кассиры, каворкинг, круглосуточная зона обслуживания. Работают здесь как с частными, так и с бизнес-клиентами. Зелено-желто-синий круг с галочкой видно издалека. Стильная вывеска встречает бавруйчан на социалистической 123. Открытие флагманского офиса Сбербанка – долгожданное событие как для постоянных клиентов, так и для новых. На торжественной церемонии руководства области, города, топ-менеджмента банка и крупного бизнеса. Значимый момент – перерезание ленты. Раз, два, три! Бавруйский офис нового формата уже четвертый в Беларуси. Нет здесь привычных хаз. Специальные устройства установлены на каждом рабочем месте, чтобы специалисты решали вопросы по принципу одного окна. Так и быстрее, и удобнее. Плюс ко всему, банк работает в концепции безбумажного офиса. Все подписи ставятся прямо в планшете. Сейчас те технологии, которые мы применяем, позволяют сотрудникам на таком маленьком пространстве оказывать все услуги клиента. Получили в прошлом году награду как лучший инновационный банк по продуктам. Ну, мы стараемся работать для клиентов. И этот офис – один из таких офисов, которые отражают наше динамичное развитие вперед с точки зрения технологий. Специалисты здесь работают как с частными, так и с бизнес-клиентами. Каждому – индивидуальный подход. В отделении можно открыть депозит, сделать перевод или выпустить карточку, в том числе виртуальную. Также открыта и круглосуточная зона самообслуживания. Банкомат выдает и принимает наличные. Существует и услуга самоинкассации. Достаточно современный офис. Видно прекрасно подход сегодня Сбербанка. Тот клиент, который попадает уже в этот офис, он прекрасно понимает, что с ним будут работать на высоком уровне. Офис во всех смыслах – отделение будущего. Коворкинг, бесплатный интернет, беспроводные зарядные устройства. И, конечно, Сбербанк в своем ребрендинге заботится об экологии. В день открытия – необычная акция. 20 старых пластиковых карточек взамен на стильную кружку с логотипом. Плюс здесь можно сдать и ненужные батарейки. Это действительно абсолютно новая модель обслуживания наших клиентов. Четыре инновационных инструмента, которые мы разрабатывали в течение последних двух лет, позволяют нам кардинально по-новому обслуживать наших клиентов. Сегодня, заходя в офис, вас встречает сотрудник с планшетом в руках. И на этом же планшете может вас обслужить в любом удобном для вас месте. Тут же оформляют подписку на Сберпрайм – экосистему банка, которая включает музыкальную платформу, онлайн-кинотеатр и личный консьерж. Цена за месяц – 10 рублей, почти в пять раз дешевле, чем по отдельности. Не финансовые сервисы работают по всей стране, а некоторые – и за границей. Плюс можно сэкономить до 15% на доставке еды через Деливио. Очень давно являюсь клиентом банка. Раньше он назывался БПС-банк. И еще с тех времен я была клиентом, брала здесь кредит. Прекрасное обслуживание. Открытие сегодня было, презентация там. Все это очень масштабно, очень все хорошо, красиво. Современный офис в Бобруйске расположен на социалистическое 123. Физические лица принимают в будние дни с 9 до 18 часов. Юридические – с понедельника по четверг с 9 до 17.30, в пятницу – до 16.15. Теперь Сбербанк работает под обновленным брендом, но все еще верен одному – своему клиенту. Карина Гуревич, Максим Галенка, Бобруйск, 360. Последняя ночь в Бобруйске на пожаре погиб 43-летний мужчина. ЧП случилось на Пушкино 200. Горела квартира на первом этаже. Дым, как сообщили соседи, тоже разошелся вплоть до четвертого. Тогда очевидцы вызвали МЧС. Пламя практически полностью уничтожило кухню. Начали тушить. Потушили. Спросили, кто там может быть. Ну, мы сказали, что там человек один живет. Ну, они зашли в спальню, он там на кровати спал. Ну, спал, оказался он уже мертвый был. Причиной гибели сейчас разбирается Следственный комитет. Всего с начала года в Бобруйске произошло 49 пожаров. Погибло 9 человек. Рожденный в рубашке в Бобруйске под поезд попал велосипедист. Молодой человек пересекал переезд в наушниках и не посмотрел по сторонам. Штадлер применил экстренные торможения. Прямого столкновения избежать удалось. Однако парня все же зацепило. Пострадавшего забрала скорая. Во всем по порядку, Карина Гуреевич. Рабочее утро Александра Бондарчука началось с тревожного звонка. В Киселевичек встал Штадлер, Гомель, Минск. Под колесами поезда оказался человек. Бригадир дистанции пути тут же бросился на место происшествия. Первое, что попало в поле зрения специалиста – покореженный байк. Сам 18-летний парень чудом оказался цел. Ушиб на голове, небольшая гематома, пальцы немножко поцарапаны. А так в адеквате все разговаривают нормально. Скоро его опросили, сделали кардиограмму и завезли с собой просто в больницу. За мою, скажем, 10-летнюю сроку здесь неоднократно это происходит. И вот этот, что забор поставили, практически не помогает. Это уже просто, что люди такие. У нас, я же говорю, что даже вот светофор работает, они не обращают внимания. Как оказалось, велосипедист ехал в центр и по дороге слушал музыку в наушниках. Молодой человек не посмотрел на мигающий светофор и пронесся через переезд. Так и встретился с поездом. На удивление, случай не стал фатальным, улыбнулась Фортуна. Машина из поезда применила экстренное торможение для предотвращения наезда на велосипедиста. Пострадавший 18-летний был доставлен в медицинское учреждение, осмотрен работниками и отпущен домой. В настоящее время проводится проверка. Тормозной путь Штадлера больше километра. Поэтому предотвратить наезд на пешехода, который внезапно появился перед составом, практически невозможно. Это происшествие в городе первое с начала года. Но несчастные случаи на железной дороге происходят куда чаще, чем может показаться. Главные причины несчастных случаев на железной дороге – игнорирование правил безопасности, спешка и банальная невнимательность. Только за три месяца этого года под колесами поезда оказалось больше десяти человек. В самом разгаре и дачный сезон. Сотни людей оказываются вблизи ЖД-переездов. Совсем скоро на летние каникулы выйдут и школьники. Родители должны не только учить детей, но и сами подавать правильный пример. Тогда не придется надеяться на чудо. Карина Гуревич, Максим Гленко, Бобруйск, 360. Медицинские услуги, новый сервис и обязательное чипирование. В Беларуси разрабатывается закон о защите прав животных. Что изменится? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Санкции не повлияли на темпы строительства жилья внутри республики. В этом году планируется возвести больше 4 миллионов квадратных метров. Четверть из них с господдержкой. При этом спрос остается стабильным. Что касается стройматериалов, Беларусь обеспечена ими в полном объеме. А внешние поставки перенаправили на рынки дружественных стран. В стране растет экспорт медицинских услуг. Более 9 миллионов долларов – это прибыль только за три месяца. За врачебной помощью приезжие обращаются не только в столичные центры, но и в областные. Специалисты отмечают с открытием границы без виза для некоторых соседних государств. Доход возрастет еще больше. В мире ежегодно на 10% сокращается количество бумажных писем. Такая тенденция наблюдается и в Беларуси. Белпочта предлагает оцифровать пересылку простых и заказных отправлений. В том числе обещает и уведомить, что адресат точно получил послание. При этом весь виртуальный путь можно будет отследить. В Беларуси разрабатывается закон о защите прав животных. В проекции участвуют различные министерства и ведомства, а также представители зоозащитных организаций, кинологи и ветеринары. Принимается во внимание международный опыт. Важной инновацией станет обязательное чипирование. На субботу объявлен оранжевый уровень опасности. На большей части территории пройдут дожди, местами ливни прогнозируются и грузы. Ветер ожидается с порывами до 25 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7-13 градусов тепла и днем будет до 23 со знаком «плюс». Быстрее, выше, сильнее. В свой профессиональный праздник готовятся отметить трениры учителя физкультуры и спортсмены. Традиционно накануне Дня работников физической культуры чествуют лучших представителей сферы. За достижение и вклад в популяризацию здорового образа жизни отмечают как молодых специалистов, так и заслуженных. В числе награжденных 19 мастеров своего дела. Обязуюсь работать достойно, никого не подводить и работать именно на благо наших спортсменов. Потому что только здоровье, здоровье и еще раз здоровье приведет к хорошим результатам наших спортсменов. Бобруйск всегда славился высокими спортивными достижениями. Здесь сосредоточены десятки специализированных учреждений. Основываются профессиональные клубы, есть и училища Олимпийского резерва. Именно из нашего города вышли призеры самых престижных мировых турниров по гребле, борьбе, боксу, шахматам, легкой и тяжелой атлетике. Секрет успеха в детско-юношеских школах и тренерах, с которыми будущие звезды делают свои первые шаги. Феерия стиля. Образцовый ансамбль танца «Кукушечка» стал обладателем гран-при хореографического форма. На суд жюри танцоры представили 11 номеров. Мастерство продемонстрировали артисты от 4 до 17. Три постановки специалисты признали лучшей работой хореографа. В подарок денежный сертификат и право на бесплатное участие в следующем конкурсе. Было представлено несколько дебютных номеров в младших группах. Я думаю, что мы понравились в общем образом и техникой. Костюмами яркими, красочными. Уже в субботу ансамбль проведет свой отчетный концерт во Дворце искусств. Начало в 15.00. Цена билета от 5 рублей. После танцоры выступят на городских мероприятиях, среди них последний звонок и педагогическая конференция. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok